Дорога по улице Володарского. Главная транспортная артерия южной части Полевского. Она соединяет две части города. Вот уже 4 месяца дорога закрыта на капитальный ремонт. Водители считают дни до открытия общегородской магистрали, а подрядчики торопятся выполнить все работы до непогоды. Немного осталось работы, то есть это установить опоры наружного освещения со светильниками, несколько знаков индивидуального изготовления, направление указания улиц поставить. И поставить автопавильоны, и сделать дорожную разметку. То есть эти работы практически не за два дня будут выполнены. Начальная точка капитального ремонта автодороги по улице Володарского стал перекресток с улицей Карла Липнихта, финальной же разворотной площадкой у пруда. Общая протяженность участка, на котором проведены работы, 2,5 километра. Ширина же дорожного полотна варьируется от 10 метров до 5,5. Параллельно с дорогой подрядчики обустроили и тротуар, что обеспечит безопасность пешеходов улицы Володарского. Все делалось согласно проекту, который прошел государственную экспертизу. Здесь ливневой канализации вообще нет в южной части города. Поэтому здесь предусмотрен поверхностный водоотвод. То есть дорога выполнена по всей улице, выполнены мероприятия по окувечиванию и водоотведению. Но это не ливневая канализация. То есть это не предполагается здесь искусственных сооружений, которые бы на очистные и прием ливневых стоков куда-то уводились. Общая стоимость всех работ превышает 60 миллионов рублей. Цифра огромная и непосильная для местного бюджета. Здесь не обошлось без помощи областной казны. Самфинансирование составило 95 на 5 процентов. Львиная доля – областной бюджет. Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту дорожного полотна улицы Володарского были проведены в кратчайшие сроки. Подрядчики трудились на объекте ежедневно, без перерывов и выходных. Мы, во-первых, отвечаем за свои слова. Во-вторых, мы не первый год уже работаем с заказчиком, с местным. И, в принципе, они нам верят. И у нас достаточно большая организация, хватает и ресурсов, и, скажем так, необходимых финансов. То есть, сомнений абсолютно не было никаких, раз мы заявили такие сроки. Павел Ушанев, начальник УГХ, в свою очередь добавляет, что сокращение сроков муниципального контракта прежде всего стало возможно благодаря хорошей работе администрации Полискова и Министерства транспорта Свердловской области. Это позволило обеспечить своевременное финансирование проекта. Сокращение сроков ремонта автодороги никак не отразилось на качестве работ, уверяют подрядчики. Все сделано в соответствии с ГОСТом. Здесь предусмотрено, как вы уже сказали, двухслойное асфальтобетонное покрытие. Затем у нас идет щебеночное основание, основание из песчано-щебеночной смеси. И, скажем так, от естественного основания, то есть, если по-простому сказать, от земли, его отделяет геоспан, который служит, скажем так, влагопрерывающим элементом. То есть, влага, она уже в дорожную одежду не попадает. Данный проект, стоит отметить, был максимально приближен к реальности, отмечают специалисты. В нем учтены практически все пожелания заказчика. Предполагается, что теперь улица Володарского будет удобна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Я всегда скептически отношусь к проектировщикам, потому что приходится все, что нарисовано на бумаге, воплощать в жизнь. И когда ты начинаешь воплощать это в жизнь, ну, сразу видишь, чем это отличается. Но, тем не менее, у нас опыт работы уже достаточно большой, и поэтому мы это умеем реализовывать. Есть определенное отступление от проекта, но это только в плане улучшения. Объект достаточно протяженный, вот, и по трудозатратам, несмотря на то, что он в титуле значился как капитальный ремонт, это практически реконструкция была, все это видели, да. Вот, то есть, небольшие вопросы были связаны, скажем так, с заменой грунта, да, потому что слабые грунты кое-где попадались, но они оперативно решались с проектировщиками, с заказчиками. Как таково, да, если и были, то есть у нас где-то месяц назад из-за дождей было отставание, где-то ориентировочно 5 рабочих дней, в принципе, мы его наверстали, то есть мы корректировали здесь и рабочую силу, и технику, чтобы предусмотренные сроки контрактом реализовать данный проект. Улица Володарского – это только один из объектов капитального ремонта дорог в Полевском, говорят специалисты ОГХ. В администрации города уже сегодня есть планы по объемам на следующий год. Все-таки надеемся, что в первую очередь у нас получится реализовать проект по улице Декабристов и продлить эту улицу до листопрокатчиков, внести изменения в организацию автобусного движения по Леском. Поэтому этим занимаемся, я думаю, когда-нибудь это реализуем. Ксения Володенкова, Сергей Чужов. Новости. Твой день.